Пьер, как один из почётнейших гостей, должен был сесть в Бостон с Ильёй Андреевичем, генералом и полковником. Пьеру за бостонным столом пришлось сидеть против Наташи, и странная перемена, происшедшая в ней со дня бала, поразила его. — Наташа была молчалива и не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида. — Что с ней? — подумал Пьер, взглянув на неё. Она сидела под для сестры у чайного стола и неохотно, не глядя на него, отвечала что-то подсевшему к ней Борису. Отходив целую масть и забрав к удовольствию своего партнёра пять взяток, Пьер, слышавший говор, приветствий и звук чьих-то шагов, вошедших в комнату во время сбора взяток, опять взглянул на неё. — Что с ней сделалось? Ещё удивлённее, сказал он сам себе. — Князь Андрей сбережливо нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что-то. Она, подняв голову, разрумянившись и, видимо, стараясь удержать порывистое дыхание, смотрела на него. И яркий свет какого-то внутреннего прежде потушенного огня опять горел в ней. Она вся преобразилась. И с дурной опять сделалась такой уже, какой она была на Бали. Князь Андрей подошёл к Пьеру, и Пьер заметил новое молодое выражение и в лице своего друга. Пьер несколько раз пересаживался во время игры, то спиной, то лицом к Наташе, и во всё продолжение шести робберов делал наблюдения над ней и своим другом. — Что-то очень важное происходит между ними, — думал Пьер, и радостное и вместе горькое чувство заставляло его волноваться и забывать об игре. После шести робберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть. И Пьер получил свободу. Наташа в одной стороне говорила с Соней и Борисом. Вера о чём-то с тонкой улыбкой говорила с князем Андреем. Пьер подошёл к своему другу и, спросив, не тайно ли то, что говорится, сел подли них. Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере, на настоящем вечере необходимо, нужно, чтобы были тонкие намёки на чувства. И улучшив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным, каким она считала князя Андрея гостем, приложить к делу своё дипломатическое искусство. Когда Пьер подошёл к ней, он заметил, что Вера находилась в самодовольном увлечении разговора. Князь Андрей, что с ним редко бывало, казался смущён.